Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам о первых двух книгах серии Фабр. Это первая часть «Восстание жуков», которая вышла в прошлом году, а это вторая часть «Королева жуков», поступившая в продажу всего месяц назад. Автор этой истории – Майя Леонард, книги которой были переведены более чем на 40 языков мира. А фэнтезийно-детективная история рассказывает нам о дружбе мальчика и жука, о любви к природе и силе человеческого разума. И, конечно же, это борьба добра со злом. И если вы сейчас при виде жуков бежите и убегаете из страхи из квартиры, то после прочтения этой истории мы вас уверяем, вы полюбите их всей душой и даже задумаетесь о том, чтобы завести себе подобные домашние животные. Напомним вам, о чем нам рассказывает первая часть «Восстание жуков». Отец Даркуса пропал из закрытой лаборатории, куда с чьей помощью неизвестно, но Даркус не теряет надежды и начинает его поиски. Да, не один, а в компании верных друзей разумного жука. На пути ему встречается немало трудностей, в том числе злобная законодательница моды Лукреция Катар, которая оказывается как-то причастна к пропаже отца главного героя. Сможет ли Даркус сбросить вызов Лукреции спасти своего папу? Об этом мы умолчим и предоставим возможность узнать вам это самим, прочитав книгу. О второй части «Королеве жуков» мы много говорить не будем, чтобы сохранить интригу. Главное, что надо знать, что эта часть крутится вокруг главной злодейки и раскрывает ее с разных сторон, порой даже очень интересных сторон. Нас ждет побег из тюрьмы, страшная правда о судьбе одной героини и жуткое предательство. А еще внутри вас ждут потрясающие иллюстрации, которые мы вам продемонстрируем. Это три главных героя нашей истории. Друзья и жутбакстер. В общем, вам нужно будет пролистать и посмотреть эти замечательные иллюстрации. С первого взгляда история может показаться детской, но мы с твердой уверенностью заявляем, что и взрослым будет интересно ее прочитать. На этом небольшой обзор заканчивается. Приятного вам чтения и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok